Итак, всем приветствую на Доге, продолжаем играть за США в Total Grinch И остался лишь один противник у нас Это Советский Союз Япония наша, Атия вся наша, Европа вся наша Ближний Восток все здесь наше Остается только одна Россия, непокоренная в данный момент Но это временно И я немножко поизучал фокус и вообще, что у меня тут со страной И у меня все еще великая депрессия здесь сидит Почему она у меня есть? Я вот такой не очень понял Это у меня все это время она висела? Или она типа после войны навесилась? Очень странно, будет удалена с Арсенала Демократии Мы, кстати говоря, Арсенал Демократии уже сделали Это точно не то, что мне должно быть сейчас И вот реально вопрос, это все это время здесь было или нет? Если да, то это, конечно, кринж Ну вот называется лол кринж, так что я не удивлен И у нас есть история сегрегации, которую Нельзя удалить Можно только поменять Вот и типа вон Все еще на минус 20% И это никак нельзя убрать Это тоже опять-таки кринж какой-то И еще Чтобы повоевать с Советским Союзом Нужно сделать НАТО Нужно типа возглавить НАТО создать Возглавить Альянс Чтобы возглавить Альянс Мне нужно 6 миллионов Людских ресурсов В нашей армии Почему? Охрен его знает Честно Там типа больше 6 Почему 6? Непонятно Видимо там считаются все Типа субъекты Британии И Британия, так как Миры здесь смешные На моря не тело Все, хотя вроде бы и нет Как бы вроде не так уж и много Но это число было до войны До сочинения конца войны Это число было 4 миллионами Там где-то, да, помните? Мы смотрели Может чуть побольше Через половину Может что-то такое А сейчас это стало 6 Хотя у них У нас здесь вот 1,2 миллиона в авиации У них 0,4 На флоте у них 370 У нас 320 На флоте у нас чуть-чуть поменьше, конечно Но допустим В армии у нас 2, считайте У них 1 1,2 У нас 1,9 Ну, по факту, видите, 1,5 То есть, считайте, 2 Мы, очевидно, можем Страна возглавить Но игра нам не разрешает Странно И это единственный вариант Объяснить войну на Советский Союз Потому что у нас нельзя было Начать оправдание войны Потому что они Не сделали бюро и напряженности Почему? Неизвестно Они атаковали Польшу Они атаковали Финляндию У них Они брали там Бессарабию Прибалтику У них должна была быть напряженность Но что-то, видимо В моде сделали так Чтобы напряженности не было Как-то говоря Очень ненапряженный Иран Еще под их контролем Вот Это раз Два И еще У нас есть фокус ворки войны Который нельзя делать Если вы не воюете с Японией То есть Если вы победили в войне Вам запрещено учиться Ну, блин Ладно Как говорится Тотальный кринж Он тотальный Тотальный кринжовый Во всем Ну, так или иначе Я написал просто НОКБ Начало оправдания Наверное, сразу Уберясь в войну через НОКБ Это немножко нечестно Пускай бот видит Что я хочу на него напасть У него будет 250 дней Что-то сделать У нас будет 250 дней Довести всю армию Куда мы хотим Так что через 250 дней Мы начинаем Тотальную Долб... Тотальную войну С Советским Союзом Поехали Я думаю, мы сократим Уже производство Стратегических бомбардировщиков Что нам просто Ну, столько уже не надо У нас атак максимум У нас, черт возьми 80... Ну, то есть 8500, короче говоря Уже развернуто Еще в запасах Блин, сколько? 2000 То есть у нас 10 тысяч Стратегических бомбардировщиков Я думаю, нам хватит Единственное, что Да, пускай они перевооружаются На самые последние Самые новые Но не более того Нам на самом деле Ничего лучше не надо Единственное, что стоит Нам докачать Это авиацию Истребители И, наверное Авиаштурмовые Какой-нибудь То есть Токсические Тома до реактивных На этом, наверное, все И надо поубирать Вот эти все Допперсоналы Наверное Потому что здесь Как будто их много И они жрут у нас Кабаночки Вот теперь нормально У нас одна армия Отправляется вот сюда Где-то они Одна армия Отправляется вот сюда Одна армия Будет вот здесь Вот с Финляндией Финляндии помогать Надо только Единственное Я вижу им уже Побольше здесь Припасов поставить Да, так что Давайте-ка сюда Снабжение поставим И сразу же Потом их А, ну мы так Сразу просто Не улучшим их Но Но я улучшу Чего, как бы Нет Пускай у нас Будет хорошее Снабжение Затем У нас вот отсюда Будут Две танковые группы Господи, все Как обычно Сломалось А, Британия Вымерила Просто на Белый мир Германию Как обычно О господи Как яишки Здесь отвратительно Мирятся Всегда Ну Это в принципе Проблема Хойки Это не проблема Отдельно Total Cringe Здесь уже Обменять его Конечно не стоит И Танковые армии У нас пойдут Здесь Пехотка Поддержит Нас здесь Как бы Вроде как План неплохой Здесь Выстока пойдет Я не думаю Что нам окажут Какое-то Особое сопротивление Но посмотрим Что получится У нас все Придется Временно Демобилизовать Нашу экономику Но Что поделать С этим Ничего не поделать И отправляем Еще подкрепление В Китай Оттуда Пойдет наступление И вот Эти дивизии Тоже у нас Можно уже Деплойнуть Они поедут В Финляндию И скорее всего Мы еще спеем Одну танковую На пехотную Пехотную армию Сверху Сверху Сделать И надо Не забывать Что мы Все это Время Делаем Ядерные Бомбы Так что К войне У нас Уже Будет Неплохой Запас Который Поможет Быстро Выбить Поддержку Воины Советскому Союзу И заставить Их Принять Наши Демократические Идеалы И так Подходят Уже Даты Мы тем временем Неплохо Наисследовали Здесь Всякой Полезной Фигни Вроде Всяких Радиусов Там Фиктивности Все Пехотные Тихи И я здесь Очень жестко Инвестировал В авиабазы Потому что У нас Очень много Авиации И было бы Плохо Ее не использовать Так Правда Ни цели войны Есть Отлично Мы Можем Начинать Последний Противник Нашей Демократии Так Поехали Да Давайте Только чуть-чуть Пускай организацию Они восстановят Вот здесь Вот И мы будем В принципе Начинать Где-то Видите Не очень Хватает Снабжения Нам Но Ведется Потерпеть Так Что ж Мы Готовы Или нет Да Мы готовы Поехали И Никого Не призвали Секунду Одну Минуту Как говорится Вот Теперь Другое Дело Итак Очень Внимательно Наблюдать Сейчас За потерями Здесь Начинается Просто Масса Боев У нас Где-то Много Авиации Где-то Почему-то Всего Лишь 100 Я столько Вам Дал Авиации Почему У вас Нет Поддержки Ну Ну ладно Здесь Зато Очень Но Я Я Думаю Что Это Как-то Нас Остановит Нам Бо еще Войну Пропаганду Зарядить Да Сверху Давайте Так и Сделаем И внутреннюю Киня Промышленность Поехали Нам Нужна Поддержка Войны Винэкономикс Нам Кстати Говоря Пока Завести Не Получится Потому Что У нас Не Хватает Этой Самой Поддержки Войны Что По Потерям Пока Что Война Складется В нашу Пользу Но Мы Теряем Очень Много Людей Очень Много Людей Нам Действительно Придется Скорее Все Поднять Закон В основном Именно Американцы Штурмуют Территорию Советов Того И наши Потери Такие Большие Здесь Даже Не Зеленый Воздух Потому Что У нас Больше Час Самолетов По Какой То Причине Мне Не Известный Не Воюю Там Где Должна Воевать От Авиация Тяжкая Ситуация Смотрите Очень Много Мы Авиация Теряем Советский Союз Как Будто Реально Что Может Противопоставить Нам 354 Военных Завода У Советского Союза Больше Чем У Нас Это Кстати Говоря Появляются Успел За Это Время Да Короче Говоря Они Под Бафами Очень Жестко Строятся Любопытно В Румынии Все Намного Лучше Тем Временем Ну Да Наши Танки Не Так Что И Хорошие Видимо Потому Что На штангах Там Не Хватает 21 Ширина Фронта Конечно Сделать Из Этого 20 Ширина Фронта Было Хорошо Что Придется Наверное Немножко Остановить Наше Наступление Я думаю Дать Передах Тут Нашим Дивизиям Восполнится И Посмотреть Вообще Как Что Развивается В Принципе Мы Без проблем Можем Сдерживать Атаки Если Вдруг Советский Союз Перейдет Попробует Наступление Но Атаковать Так Просто Нас Сколько От нас Ну Нам Походу Не Получится Это Интересно И Я Этому Рад Но Вообще Мне кажется Что Так Происходило Только Потому Что Бот Атаковал Неаккуратно Если Мы Атакуем Централизованно То Конечно Все Намного Лучше Происходит Просто Там Все Намного Лучше Проблема Была Только В том Что Бот Не Использует Все Наши Силы Корректно Судя По Всему И Размеры Советской Армии Просто Поражают Там Огромное Количество Танковых Воисков Огромное Количество Пехоты Там Под 6 Миллионов Собственно Говоря Сама Армия Кайф От Этого Только Больше Интереса Нам Предстоит Очень Я бы Скал Активное Сражение И Все Наши Стратегии Которые Мы На данный Момент Не Используем Думаю Есть Смысл Перевести Куда Нибудь Вот Сюда И Отсюда Начать Ими Активно Пользоваться Делаем Вот Так Сначала Все Перебросим Каир Потом Уже Будем Отсюда Разбрасывать И Начнем Нашу Тотальную Войну Кстати Говоря Советы Пробуют Перейти В атаку Не Ну В атаке Это Вы Ребята Точно Ничего Не Сможете Это Пробиться У нас Еще Некоторые Проблемы Потому Что Ну Дивизий Просто Огромное Количество И Они Достаточно Плотные А Вот С Защиты Конечно Проблем У нас Не Должно Быть Вообще Никаких И Даже С Атакой Когда Мы Централизировано Танками Бьем Тоже Проблем Реально На самом Деле Нет И Начинают Потихоньку Падать У них В Саппорт Бомбардировки Работают Убитый Герой Войны И Атакованы Торгованы Конвои Все Потихоньку Сейчас Будет Работать На Нас И Наша Стратегия Достигают Советского Союза И Потихоньку Начнут Тоже Бомбить Собственно Говоря Урал За Уралом До Урала Вся В принципе Промышленность Нам здесь Доступна Наши Все-таки Стратегии Это Не Немецкие Наши Стратегии Могут Достать Практически Куда Угодно Рассояние У них Конечно Ну Гигантское Кстати Говоря Здесь У нас Все Еще Тоже Есть Войска И Можно Здесь Тоже Потихоньку Пробиваться Это Поможет Нам Побыстрее Капнуть Их Потому что Владивосток Дает Много Нам Тоже Очков Победы Ну Пока Начинаем Их Медленно Душить Они Касегаря Пытаются Атаковать А в Румынии Мы Еще Сами Атакуем Ну Боты Атакуют Мы Поддерживаем Наши Союзники У нас В принципе На самом Деле Союзники Тоже Еще Не Слабые Надо Это Понимать Наверно Да Британия Хорошая Франция Неплохая Германия Должна Была Быть Нашим Союзником Но Как Италия Но Ишки Решили В моем Союзе Просто Их Не Варенитить А Выпустить На Велый Мир Ну Ладно Ну И Наши Бомбардировки Начинаются И Они Ну Прям Очень Серьезные То есть Если Взять Вот Эти Все Регионы Просто По 1-2 Завода Ломаются В день Это Очень Сильный Урон Наносит Их Промышленности Это Мы Ядерные Бомбы Не Используем А у нас есть такая возможность Почему бы Так и не сделать Если у нас Ивент Опадения Да Есть Ивент Сегодня Стал Мишень Ядерной Атаке Город Москва Атаковали Мы Кремль Сталина Эвакуировали Да Он был Готов К любой Угрозе Это Реалистично Сталин Был Парноиком Но Да Вся страна Будет представлять Свои двои Пустоши Те что были тут прежде И те что созданы Взрывами Поехали Превратим Пустош В еще большую Пустошь Кстати говоря Manpower Прерастает Несмотря на то Что мы несем Потери Я вроде Никаких кнопок Не нажимал Но Видимо Американцы Поняли Что им Надо срочно Увеличивать Население И отправить Его на войну Других Вариантов Я конечно Не вижу Ну И Раскидал Я плюс-минус Наши Бомбардировщики Стратегические И Буквально Я бы сказал Где-то Половина Наверное Теперь Советского Союза Подвергается Непрерывным Бомбардировкам 16% Гражданских 18% Военной промышленности Уже Уничтожено И Это только Начало Я думаю Надо сделать Еще один удар Ленинград Очень укрепленная Правинство Очень укрепленный Регион Нужно Выбить Все эти Укрепления И Я думаю Еще вот сюда Перед нашим Наступлением Теперь Можно Начать Наступление Оттуда Войска Здесь Практически Полностью Были Советски Уничтожены Поэтому Я думаю Сопротивление Было Очень Сильно Подавлено И Поддержка Войны Все падает И падает 51% Конечно Да Когда ты Подвергаешься Таким Постоянным Бомбардировкам То Воевать Не очень Сильно Хочется И Таким Стратегическим Ну вот Стратегические Конечно Не так Сильно Снижают Причем Они Еще Видимо Нажимают Кнопки Да Видите Немножко Восстанавливается Но Тем не менее Попытка Контратаки Так сказать Я бы сказал Это Обозленная Попытка Что-то Хотя бы Сделать Потому что Воздух Абсолютно Проигран Воздухе Ничего Немного Можно Сделать Сельских Союз Хотя бы Пытается На земле Что-то Как-то Оказать Какое-то Сопротивление Но Это Все Четно Через Некоторое Время Мы просто Полностью Высушим Все ресурсы Советского Не будет Никакого Сопротивления Да Не будет Нам Такого Большого Смысла От этих Территорий Кроме Как Ликвидации Нашего Противника Зато После Этого Не будет Никого Кто смог Бы Наш Демократический Так сказать Строй Невероятно Демократический Демократический Ядерный Бомб И верно Мы скидываем Только Оспорить И Стратегическое Командование Воздушное Придумало Новые цели Для Бабардировок Ядерных Нужно Ударить По Советской Нефти Чтобы Не дать Им Вообще Как-либо Сопротивляться В воздухе Если мы Сможем Выбить Все их Топливо То Мы сможем Одним Этим Ударом Выбить Всю Вражескую Авиацию И все В принципе Танки Поэтому Все территории Где Производится Хоть Какая-либо Нефть Должны Быть Подвернуты Ядерным Ударом И Вот 5 Ядерных Бомб Была Сброшена Следующие Сутки То Что Они Каждый Раз Ивенты Присылают Неприятно И Ну Поддержка Войны Уже 20% Базовая 0 Только На духе Советского Коммунизма Еще Держится Страна Вообще Думаю Если бы Это Была Реальная История Они Капитулировали Однозначно Тем Не Менее Капитуляция Пока Не Предвидится Нужно Еще Захватить Часть Территория Но Я думаю Можно Уже Перейти В Наступление Полноценное Всеми Нашими Войсками То Что Нужно Было Так Скать Разбить Мы Разбили Можно Еще Немножко Побомбить Эти Города Которые Еще В теории Могут Казать Какое То Нам Сопротивление Белосток Брест Литовский Это Брест Наверное Что Ну Да Как Будто Львов Львов Уже Кончились Ядерные Бомбы Ничего Через Месяц Будет Готова Еще Одна Наше Наступление Не будет Больше Остановлено Жалко Только Ну Как Жалко Было Быть Корректно Судак Кинеть Потери Записывать Которые Бомбардировками Потому Что Таких Бомбардировок Я думаю Просто Какие-то Гигантские Потери Должны Быть Для Гражданского Населения Есть Мод Такой Называется Варкраймс Вот там Это сделано Такой мод Конечно Интегрировать Во все Моды Чтобы Видеть Какой Ужас На самом Деле Мы Творим И Надеюсь В истории В реальности Такого Никогда Не будет Больше Происходить И Просто Невероятно Жестокие Бои У нас Встречают Везде Каждая Дивизия Обороняется Просто Как будто Они живут Последний День И Плюс Минус Они Правы Очень Большие Потери Советского Союза Но И У нас Тоже Очень Дорого Нам Это Дается Это Война У нас Не Хватает Поддержки Войны Чтобы Мобилизовать Еще Больше Людей Я Подозреваю Что В США У нас Тут Проходят Всякие Протесты Против Войны Против Ударов Ядерных По Советскому Союзу Но Наше Правительство Продолжает Атаковать Продолжает Своё Наступление Вести Скоро Советский Союз Сдастся Задание Overlord Total Кринж Наконец Полностью Сломался Видимо Смотрите К Соединенные Штаты Америки В огне У нас Масштабные Мистери Пошли Великая Назвайна Кажется Бесконечной Подрвала Жизни Дух Наций Очень Странный Ивент Считывая То Что У нас Как бы В целом Все нормально Да Это Немая Атакуем Слава богу Это Все Красное В принципе Логично Что Все Красное Раз Немая Атакуем И Советский Союз Как бы Просто Все Свои Ресурсы Теряет И Скоро Он Уже Не Сможет Ничего Делать Но У нас Появляются Поэтому Патческие Настроения Которые хотят Сдаться Нам нужно Конечно же Подавить В зародыше А еще Я думаю Нам Есть смысл Вот этот Лот Просто Распустить Чтобы Получить Дополнительный Мэнпавер Как и Наверное Какой-нибудь Вот здесь Флот И Просто Прекратить Какую-либо Постройку Потому что Нам Нельзя Тратить Больше Мэнпавер На Флот Я считаю Как бы Как-то Так И Мы Подобрались К самому Ленинграду И Чтобы Пробиться Мы Просто Забрасываем Ядерную Бомбу Одну За другой Эти Фортификации Очень Жесткие Мы Пробили Просто Ядерные Бомбы Туда Ленинград Как Как Забрасываем Забрасываем Ядерные Бомбы Пока Они Не Сдадутся Верно Вот Теперь Другое Дело Нам Нанесла Дар Пинут Турция Как Глупо Турция Турция Бафф Бафф Они За войну Очень Много Видимо Конечно Цифры Там Соотношение Просто Безумное И Все Кстати Говоря В реале Было Еще Жестче Да США Было Просто Огромнейшим Промышленным Гигантом Но Там Это Хотя Бо Передно Более Менее Можно Чуть Снизить Для Баланса Но США Здесь Реально Слабая Возможно Я Как Очень Слабо Раскачался Строил Слишком Много Там Авиа Бас Инфра Структуры Вот Этого Всего Полезного Но Не знаю Все равно На мой вкус Как-то Очень Слабо И Я Решил Ускорить Процесс Здесь Всякие Горы Мешают Нам Нормально Повоевать Поэтому Ускоряем Процесс И Начинаем Вторжение Морское Вот здесь Рашим Победной Точкой Я думаю Турция Сдастся Достаточно Быстро Поддержка Войны Да В Советском Союзе Ноль Здесь Все еще Есть Сюда Здесь У нас Я вижу Пытаюсь Оказать Сопротивление Это Была Плохая Идея 41 Ну Да Практически Практически Задались Они Нужно Буквально Еще Немножко Рубин Точек В основном Как раз Так Эту самую Анкару И взять Нанесем Удар Дивизи Который Там Не было Кстати Не получили Так много Урона Как я Хотел бы Но Я думаю Все равно Полезно И Мы Взяли Анкару Вместе С этим Боложна Турция Капнуть Да Так И Есть Остались Некоторые Советские Войска Еще Мы С ними Разберемся Вот Наши Танковые Войска При поддержке Пехоты Просто Уже Двигаются В Москву Потому Что Если Мы Возьм Москву В принципе Советский Союз Сдастся Осталось Совсем Немножко Просто Никто Не хочет Воевать Кроме Ставки В Москве Потому Что От В принципе Советского Союза Остались Уже Только Одни Руины Практически У нас Тут Готовилась Одна Воздушно-десантная Дивизия Да И у нас Я думаю Есть шанс Просто Попробовать Через Вдв Ее Взять Мы Это Знаете Как Попробуем Сейчас Делать Добро Пожаловать Вы Теперь Десантники Может Потому Что У нас Нет Паршют В Остаряжении Но Это Вообще Странно И Мы Уже Буквально В Шаге От Москвы Здесь Есть Дивизии Которые Пытаются Нас Остановить Это Плохая Идея И Не Повезло Быть На Нашем Пути И Мы Продолжаем Наш Марш И Битва За Москву Идет Просто Китают Войска Пока Вражеские Не Кончатся И В Принципе Закидываются Ядерные Бомбы Подходит Еще Войска Мы Возьмем Москву Нужно Только Успеть Успеть Побольше Дивизий Отправить И После Кучи Бомбардировок Мы Разбили Сопротивление Нужно только Успеть Занять Город До Подкрепления Но Подкрепление Подходит Тоже Все Еще Разбитая Доже Мы Взяли Москву Но Советский Союз Еще не готов Пасть Надо Еще Чуть Ленинград Наш Давайте Еще Киев Сталинград Еще Жив Черт Неужели Нам Придется Справиться В Сталинград Посмотрим Может быть Все Это Возможно Но Вообще Думаю До Него Еще Нужно Надойти Перед Ним Мы Капнем Советский Союз Тем Не Менее Следующее Направление Нашего Наступления Сталинград Чаще Есть Киев Который Тоже Большой Город Может Нам Его И Хватит Потому Что Других Больших Городов Здесь Вроде Как Особо И Осталось Киев И Сталинград Пример Если Мы Два Эти Города Взем То Точно Хватит Другой Вопрос Что Хватит Ледного Киева И У Нас Не Хватит Воздушного Пресосходства Вау Давайте Кого Так Сделаем Еще Ну Кончится Ж Скоро Воздух Я Думаю Там Мы Должны Выбить Все 74 8 76 А Все Киев Мы Взяли И Вот Оно Победуляция Советского Союза И Мирная Конференция Надеюсь Без Краши Да И Вот Оно Наконец Таки Наша Демократия Победила Разделили Мы Советский Союз На Муж Территория Британия Как Обычно Решила Еще Выделить Отдельно Просто Независимую Территорию Я Не знаю Что Они Делают Ну Ладно Вот И Все Союзники Буквально Теперь Во Всем Мире Здесь Видите Какие-то Приколы Это Только Потому Что Британия Решает Троллить И Себя И Нас Всех Тем Не Менее Наша Цель На Партии Выполнена Мы Остаемся Единственной Сверодержавой В этом Мире Куча Мариониток Напрямую Наши Британия Семь Мариониток Вообще Не Забирала У нас Огромный Ресурс У нас Ядерное Оружие У нас Ракетное Оружие В общем То США Теперь Единственный Правитель Мира А с вами Ребят Полдогай Подписывайтесь Если вы Еще вдруг Не подписаны Лайки Комментарии Все Ребят Как обычно И до Скорых Встреч Пока